А теперь о потрясающем достижении. Казанский волейбольный клуб «Зенит» в 11-й раз выиграл Кубок России. И сегодня это самый титулованный клуб в нашей стране. На этой неделе спортсменов чествовали в Казанском Кремле. Президент Татарстана Рустам Миниханов очень тепло поблагодарил руководство команды, игроков, тренерский состав во главе с Алексеем Игоревичем Вербовым, а также руководство Федерации волейбола Республики и спонсора клуба. Тимур Бекмурдин о Казанском волейбольном чуде. Российский волейбол – это мощь. Красота, невероятное зрелище. Российский волейбол – это Казанский «Зенит». Настоящие ценители игры меня точно поймут. Без Казани современный российский волейбол невозможно представить. И дело не в количестве побед, хотя некоторые игроки уже сами сбились со счета, какой по счету у них этот кубок. А сам «Зенит» не просто в ранге топ-клуба, а самый титулованный в России волейбольный клуб. Меняется поколение игроков и тренеров. Казань всегда на вершине. Всегда борется только за первые места. Уже нет на тренерском мостике великого Владимира Олеговна. Его сменил Алексей Вербов. Уже не с нами блистательные Вильфредо Леон и Мэтью Андерсон. Зато все так же хороши Максим Михайлов и капитан Александр Волков. А теперь с нами один из лучших, а может быть и лучший, пасующий в мире Мика Кристенсен и бельгийский доигровщик Сэм Деру. Яркий Дмитрий Волков. Все они уже важная, неотъемлемая часть легендарной команды из Казани. Татарстанского спорта и казанского волейбола. А это, между прочим, как минимум 50 тысяч активно занимающихся этим видом спорта людей в республике. Плюс многомиллионная армия поклонников и болельщиков нашей команды, как в самом Татарстане, так и за его пределами. «Зенит» сегодня самый популярный волейбольный клуб в России. Вся республика гордится вашей победой. Бигзур Рахматситга, вы большие молодцы. Возможно, не все в курсе, но победа в Кубке России – это не первый титул «Зенита», добытый в самом конце прошлого года. До нее было первое место во всероссийской спартакиаде, где в финале со счетом 3-0 был повержен грозным грозный питерский «Зенит». В финале же Кубка России «Казань» играла с хозяевом площадки «Факелом» из Нового Уренгоя. По счету, игра сложилась достаточно легко для наших ребят, но это ни в коем случае не умаляет заслуг игроков и тренеров команды из «Казани». Ведь до финала были сложнейшие, тяжелейшие игры, в том числе и с принципиальными соперниками с тем же «Зенитом» из Санкт-Петербурга и Белогорьем. В финале же все, что требовалось от «Зенита» – сыграть спокойно, в свою силу. Это был самый легкий кубок в моей истории, если будем спрашивать. Но подготовка к нему и, допустим, полуфинальный этап с питерским «Зенитом», который сейчас лидирует в чемпионате России – это был один, наверное, из сложнейших матчей и сложнейших выходов именно в саму финальную часть. Задача руководства – это только первое место, и я думаю, нашу команду это вполне устраивает. Мы делаем все возможное, чтобы соответствовать этим задачам. Победа на любом турнире – это цель, которой идет любой спортсмен. Поэтому получить вот этот адреналин и удовольствие от победы – это всегда приятно, независимо от того, какой турнир и какая по счету победа. Для Максима Михайлова это восьмая по счету победа в кубке. Он уже и сам сбился со счета. А для легионера Сэма Деру – это первое, как первый ребенок, самые дорогие цены. Поэтому реакция в чемпионском автобусе соответствующая. Легкая и доброжелательная атмосфера в команде – то, что нужно для больших побед. Заводила Дима Волков, сосредоточенный, когда сам дает интервью. Все отлично, отличный город, отличные люди, все нравится. Я счастлив здесь и рад, что нахожусь в этой команде. И немного озорной, когда этим занимаются друзья по команде. Каждый турнир он по-своему хороший. Спасибо, Дмитрий. Команда – это не только мы 14 игроков. За нами стоят еще огромная куча людей, которые выполняют качественно свою работу. Когда ты спокойно тренируешься, концентрируешься только на волейболе, конечно, результат есть. Первоначально, конечно, да, было тяжело, необычно. Но сейчас уже привык ко всем. Привык ко всем, то есть чувствую себя прекрасно. Это на самом деле очень большая честь играть с такими великими игроками, которые выигрывали Олимпиаду, участвовали на Олимпиадах. Только стремишься к ним и пытаешься развиваться. Илья Федоров – один из четырех молодых игроков, воспитанников казанского клуба, который уже входит в основной состав «Зенита». Кроме него в играх Кубка и Чемпионата России участвуют Андрей Сурмачевский, Михаил Лобинский и Денис Столок. Также к тренировкам и играм основной команды привлекаются и другие подающие надежды волейболисты Олег Терентьев, Роман Романовский, Михаил Каштанов и Дмитрий Хлякин. Следующий наш шаг, наверное, и наша цель, чтобы именно побольше татарстанских ребят, да, постараться как-то привлечь. Но насколько в республике волейбол и вообще подходят, да, под волейбольные какие-то там антропометрию, да, есть вопросы, если честно. 50 тысяч пока занимается. В следующем году будет 75-100 тысяч. Но Вербову надо потом сказать, что она ошибается. Что могу сказать? Здесь подвигаемся, поиграем, там немножко эмоциональный фон поднимем, и на этой позитивной ноте, Валерич, вас там немножко придушит. Тренажерочки, да. Главный дирижер «Зенита Казань» Алексей Вербов хорошо знает, на какие струны нужно нажать, чтобы победная музыка зазвучала. В этом оркестре есть, конечно, свои первые скрипки, но он работает как единый механизм, как одно целое, где каждый знает свое дело. Врач команды Ильшат Сагитов, его задача, чтобы на протяжении всего изнурительного сезона команду сопровождали минимум травм. Тренер по физподготовке Михаил Вихневич сначала расслабит, потом максимально загрузит на тренажерах. А все это для того, чтобы эти игроки стали настоящими воинами на площадке. Тренер, статистика и аналитик Дмитрий Соснин оценивает действия игроков команды после, а также во время игры. Для этого у него есть в распоряжении самое современное оборудование и технологии. «Зенит» – один из топ-клубов, который имеет в своем арсенале все современные технологии, благодаря нашему руководству. Опять же, вся техника, которая необходима, постоянно закупается, обновляется. В прошлом году, благодаря поддержке руководства Татарстана и лично Рустама Миниханова, полностью обновился центр волейбола в Казани. Сегодня в волейбольный центр приятно заходить, она совсем иной вид. И я очень благодарен республике Рустаму Галищу. Система безопасности, раздевалки для спортсменов – это все оценивают, даже команды гостей, которые приезжают и говорят «Вау!». Экраны даже визуально мы видим, что они сейчас другие. Конечно, современные экраны, мультимедийные вещи. Даже, обратите внимание, и лент-панели – это новый формат, это требования современности. На сегодняшний день, надо сказать, что наш центр волейбола, Казанский, всем современным требованиям отвечает. И накопился должок, так скажем. Мы уже четыре года не были на вершине чемпионата России. В прошлом году такая обидная сечка случилась, но команда, поверьте, команда это очень близко восприняла, искренне переживала и переживала до сих пор. Будем чемпионом? Да, конечно, все настроены на это. Так что будем болеть за красивый волейбол и наш Казанский «Зенит». Тимур Викморзин и Андрей Ключников. 7 дней. Продолжение следует...